Мы проводим каждого 6 числа в Санкт-Петербурге акцию в виде обычно одиночных пикетов, с целью которой привлечь внимание горожан и общественности к безвинно сидящим в тюрьме людям, которые признаны многими политзаключенными, в том числе мы их считаем политическими заключенными. Это и люди, сидящие по болотному делу. У меня плакат «Освободите Эльдара Гадина, освободите всех политзаключенных, освободите места для себя». Человек три раза вышел с пикетом, к нему подошли провокаторы, был составлен административный протокол. И вот там, несмотря на то, что ему там срок чуть-чуть сократили, там 2 года, 6 месяцев, но по-любому мы считаем это саму статью беззаконной, антиконституционной и осуждение Эльдара Гадина в том числе, так и многих других, кто у нас на плакатах изображен. Был недавно принят закон Яровой, это самое, в народе ее кличут старуха-сыпакляка. Был принят антирористический закон, который ужесточает ответственность за терроризм, там экстремизм, там и точно ужесточает, и там ответственность очень такая жесткая, это за любой перепост, там даже если не донес там уже, не донес там на кого-то, кто-то знал акцию какую-то свершил, уже ты преступник, могут тебя посадить, как соучастника там, ну я вообще против этого пакета Яровой, будет еще больше политзаключен, там картинку перепостил и все, и уже могут посадить за это. Всегда тихо, мирно пикеты стоят, никому не мешают. Почему-то, когда эти нодовские пикеты стоят, они никого не смущают здесь. Сегодня на углу Малой Садовой и Невского проспекта около магазина «Янтарь России», вот он здесь, значит, пытались, скажем так, в грубой форме вытолкнуть одного из пикетчиков. Я начал его защищать. Схватился с сотрудником этого магазина. Ну, во время схватки получил от него такой немножко неожиданный удар в бомб по лицу. Ну вот, впоследствии видите сейчас. Значит, вызвана полиция. Буду писать заявление, будем разбираться с этим уроном. Бывает, плюют на пикеты, бывает, хватает, но мы даем отпор им, да. И вот сразу было так, зря он полез туда, да. Не просили его помощи, да, идти. Ну, понял, что он получил, да, ничего, получил. Я думаю, что из этого ничего не получится, никаких уголовных дел они не будут. То есть дежурные, дежурные ребята полицейские. Каждый раз что-то новое. На этот раз, честно сказать, я больше всего хотела отреагировать на закрытие диалогов в открытой библиотеке. Но как-то у меня получалось слишком много букв, когда я пыталась написать. Ну, а потом я подумала, что, в общем-то, это все, ну, фактически то же самое, понимаете. Ну, и, собственно, то, что у меня сказано, я имела в виду. Мне скучно с людьми, которые не имеют иной отличной от моей точки зрения. И я меняюсь сама, и я говорю разные вещи не потому, что там я вру, но потому, что я меняюсь, понимаете. И поэтому, мне кажется, и жизнь человека, и жизнь общества состоит именно в каком-то движении перемены. И, опять же, по личному опыту я могу сказать, что когда люди оказываются лишенными возможности слушать, то они разучаются думать. И, ну, мысль должна как-то будироваться чем-то. И когда вот нет разных мнений, но нет перспектив. День политзаключенных – это же одно, это же то же самое. Люди думают иначе, люди говорят не то, что говорит большинство. И, собственно, за это они и терпевают тяготы.